Альмира Новоселова Альмира Новоселова Но как быть тем, чьи возможности ограничены состоянием здоровья? Для кого обычный выход из дома может оказаться трудной задачей? Волноваться не стоит. Для инвалидов и маломобильных граждан предусмотрены два варианта голосования. Слабовидящие, слабослышащие или люди с нарушениями опорно-двигательного аппарата, а также пожилые, которым трудно ходить, имеют два варианта для голосования – на избирательном участке или на дому. Подать такое заявление о голосовании вне помещения возможно не ранее, чем за 10 дней до дня голосования в свою участковую избирательную комиссию. То есть сейчас это уже можно и нужно при необходимости делать. Но не позднее 14 часов, непосредственно 18 марта, в день голосования. Обратиться можно лично по телефону, передать через родственников, через социального работника, а непосредственно само заявление, как предусмотрено законом, оно заполняется в момент прибытия участковой избирательной комиссии к такому избирателю домой. Если же человек желает лично проголосовать на избирательном участке, сотрудники Центра социального обслуживания населения предоставят удобный транспорт для перевозки маломобильных граждан и окажут посильную помощь. Также на каждом избирательном участке будет одна инвалидная коляска, и все оборудовано под потребности людей с ограниченными возможностями здоровья. Трафареты для голосования слабовидящих, куда вкладывается избирательный бюллетень, трафареты имеют прорези на месте том, где может быть поставлена галочка. Эти прорези тактильно определяются. Есть лупы на избирательных участках, если необходимо как бы в более таком увеличенном масштабе самостоятельно прочитать, просмотреть информацию о кандидатах или инструкцию по заполнению бюллетеня. Принять решение в пользу того или иного кандидата – долг всех россиян. Сделать это может каждый, вне зависимости от своих физических возможностей. Какие дополнительные меры социальной поддержки предусмотрены на Ямале для ветеранов войны или труда? На какую помощь государство может рассчитывать одинокая мама? Какие льготы помогут облегчить жизнь многодетной семье? Теперь получение этой важной информации стало гораздо проще. С 1 марта в нашем округе заработал консультационный центр социальной защиты. Единый бесплатный телефонный номер консультационного центра – 8 800 302 94 40. Позвонив на него, вы можете рассчитывать на индивидуальную консультацию по вопросам социальной поддержки, узнаете, какие льготы полагаются именно вам, сможете получить разъяснение по законодательству в сфере социальной защиты населения. Режим работы консультационного центра в рабочие дни с 8 утра до 8 вечера. Принять в семью чужого малыша, подарить ему материнскую любовь и отцовскую заботу, стать ему по-настоящему родным человеком – на такой шаг решается далеко не каждый. И все же таких людей немало. В том числе и в городе Лабытнанге. Герои нашего сюжета пожелали остаться безымянными. Мы уважаем их право на тайну усыновления, поэтому их лиц вы не увидите. Но мы все же расскажем их историю. У Елены и Юрия уже есть трехлетняя дочь. Теперь молодая пара всерьез задумалась об усыновлении сразу двух лабытнанских ребятишек. Брату и сестре 2,4 года соответственно. Некоторых деток просто очень жалко маленьких. И, наверное, мы ощущаем в себе силы того, что мы можем им помочь в этой жизни и как-то сделать их существование лучше. Пока маленькие они. Пока маленькие, да. И они друг с другом всегда заняты. То есть у них возраст такой не сильно разный. Поэтому существует же поговорка о том, что после двоих детей уже все равно сколько их они сами себя занимают. Первый шаг, который предстоит сделать мужу и жене – пройти обучение в школе приемных родителей, опекунов и попечителей. Программа рассчитана на два месяца. Занятия проходят по вечерам трижды в неделю. На интересующие вопросы отвечают психологи Центра диагностики и консультирования, специалисты городской больницы и юристы Управления образования. В первую очередь, конечно же, это юридические вопросы, потому что необходимо соблюсти всю процедуру, собрать необходимые документы, в какие сроки подавать заявление в суд, как правильно обратиться в учреждение, где находится ребенок. Это в первую очередь. Психологического плана вопросы возникают, связанные с адаптацией ребенка в новой семье, а также с адаптацией родителей. После прохождения обучения желающие установить малыша собирают необходимые документы, их в перечне 13. Затем сотрудники органов опеки проверяют жилищные условия будущих родителей на готовность принять малыша. Мы смотрим соответствие жилого помещения тому виду документов, которые он нам предоставлял. Либо это в собственности у гражданина находится, либо это по договору найма занимается помещение. Гражданин нам показывает, где он намерен предоставить ребенку детское место для отдыха, для сна, для игр. Площадь граждан не должна быть менее учетной нормы на каждого гражданина, то есть не менее 15 квадратных метров на всех, в том числе с учетом вселяемого в будущем ребенка. Стоит отметить, через отдел опеки и попечительства за последние пять лет лабутнанцы установили 14 детей. Надо сказать, что после создания новой семьи за судьбой ребят специалисты продолжают следить еще на протяжении трех лет. После того, как ребенок уже усыновлен, он становится у нас на учете. Мы обследуем четыре раза данную семью об успешности усыновления, выносим акты обследований свои. В течение шести месяцев усыновители могут подать документы и заявления на выплату единовременного пособия. То есть при принятии на воспитание ребенка в семью они получают денежное пособие. Размеры единовременного денежного пособия определяются возрастом усыновленных детей. Для семьи, частью которых стали малыши до семи лет, эта сумма составляет 24 525 рублей. Старшей семьи 187 395 рублей. Это связано с тем, что детей более старшего возраста усыновляют гораздо реже. Стоит отметить, что у ребенка появляется новое свидетельство о рождении, где в графе родителей уже прописаны имена людей, благодаря которым у него появилась новая семья. И хотя сбор необходимых документов – длительный и нелегкий процесс, но тех, кто серьезно намерен стать родителем, это не пугает. Бюрократическая лакита – это одно, а жизни детей – это другое. Материнство – ответственный шаг в жизни каждой женщины. Нередко у будущих мам еще в период беременности возникает масса тревог и вопросов. Сможет ли она стать хорошей мамой? Сумеет ли заботиться о новорожденном? Как не навредить маленькому человечку? Как его воспитывать? Геройня нашего сюжета в связи с интересным положением пожелала остаться инкогнито. Ее имя также вымышлено. Но она абсолютно честно поделилась с нами своими страхами, а также рассказала о них преподавателям школы молодых мам. Кристина только свыкается со своим новым статусом. Узнав о своей беременности, девушка поняла, что многого не знает ни о своем новом состоянии, ни о том, как правильно обращаться с малышом после его рождения. Поэтому, когда в женской консультации ей рассказали о школе молодая мама, не сомневалась, что ей это необходимо. Совсем скоро я стану мамой, и сейчас, на данный момент, у меня есть страх того, что я не справлюсь в каких-то моментах. И здесь, в школе, молодая мама мне дает те знания и учит меня, как правильно обращаться с ребенком. Это второе занятие, на которое я прихожу. На занятия, в принципе, дают нам ту информацию, которая сейчас нам как раз-таки очень необходима. Сегодня нам рассказали о том, какими болезнями болеет новорожденный ребенок, как правильно обрабатывать упок, как проверять рефлексы, которые должны быть у новорожденного. Надеюсь, что в будущем нас научат, как правильно обрабатывать ребенка, и я справлюсь. Я думаю, что у меня получится, и я справлюсь с этим. Идея создания проекта «Молодая мама» возникла давно, говорит его куратор Наталья Сухорукова. В декабре специалисты Центра социального обслуживания населения, на базе которого и проходят занятия, приступили к ее реализации. Но пока посещать эти занятия могут только женщины определенных категорий. Категория участников проекта – это юные беременные, лица из числа коренных малочисленных народов Севера, это социально неблагополучные беременные и молодые мамы, и выпускники детских домов тоже беременные, либо уже родившие. На занятиях будущие мамы готовятся к родам и узнают, как правильно ухаживать за новорожденным. В ходе индивидуальной или групповой беседы девушки могут задать все интересующие вопросы и получить ответ компетентного специалиста. Выпускники детского дома у нас зачастую не знают, как оплатить жилищно-коммунальные услуги, как сварить кашу, как приготовить омлет для ребенка. Вот такие вот моменты, те вещи, которые, казалось бы, элементарны, но, тем не менее, с определенной категорией молодых девушек, женщин, это необходимо проговаривать отдельно. Не всех их воспитывали благополучные родители, не всех их, в принципе, воспитывали родители в случае, если это был детский дом. И очень большой вот такой вот пласт бытовой жизни прошел мимо этих подрастающих девочек. Поэтому мы решили вот эту брешь каким-то образом заполнить. Проект «Молодая мама» направлен на профилактику неблагополучия семей и предполагает не только занятия с беременными женщинами, но и консультативную помощь уже после родов, пока малышу не исполнится три года. А знаете ли вы, что владея квартирой в многоквартирном доме, вы также владеете частью земли, на которой этот дом построен? Как правильно оформить право собственности на общее имущество, сегодня расскажет начальник межмуниципального отдела по городу Лабытнанге и поселку Харп управление Росреестра по Ямало-Ненинскому автономному округу Наталья Кадникова. К общему имуществу многоквартирного дома относятся земельный участок, на котором он расположен, и нежилые помещения внутри него. К примеру, лестничные пролеты, коридоры. Для постановки их на кадастровый учет существует два варианта. Первый – это решение собственников многоквартирного дома, принятое на общем собрании о приглашении кадастрового инженера. Существует и второй вариант. Более легкое мероприятие – это оформить земельный участок, и наиболее часто в нас в городе именно подают заявление на регистрацию права собственности и долевой на земельный участок. Для этого нужно оплатить государственную пошлину 200 рублей на каждого собственника жилого помещения и удостовериться, что земельный участок стоит на кадастровом учете. Но стоит обратить внимание на одно обстоятельство при указании адреса или местоположения. Адреса или местоположение земельных участков, они могут отличаться от адреса, присвоенного многоквартирному дому. То есть у земельных участков это в основном ориентир или местоположение. Поэтому запросить обязательно в кадастровой палате сведения о том, что стоит на кадастровом учете этот земельный участок или нет. После этого можно прийти к нам, обратиться с заявлением за регистрацией права общей долевой собственности на общее имущество многоквартирного дома на земельный участок. И в течение 9 рабочих дней получите право собственности. Начиная с 2005 года, с момента введения в действие жилищного кодекса общее имущество оформляется одновременно с регистрацией права собственности на помещение в доме. В этом случае нежилая площадь будет следовать за судьбой жилой. Отдельно ее нельзя продать или оставить в залог. Если же дом постройки до 2005 года, то в основном земельные участки под такими домами они в свое время оформлены, поставлены на кадастровый учет. Но собственникам этот земельный участок только принадлежит уже в силу закона. То есть его можно идти оформлять, а можно идти не оформлять. То есть это право граждан на обращение. Хочу – пойду, хочу – не пойду. Стоит отметить, что на придомовой территории многоквартирного дома нельзя самовольно возводить какие бы то ни было объекты, не предусмотренные проектом. Но можно, к примеру, сдать земельный участок у дома в аренду. Для этого вам понадобится решение, принятое на общем собрании собственников. Для ямальцев, честно отработавших в условиях Крайнего Севера и оставшихся здесь после выхода на пенсию, предусмотрены специальные льготы. Это проезд к месту отдыха и обратно один раз в два года и оплата большей части стоимости санаторной путевки раз в три года. О первой компенсации мы уже рассказывали в предыдущих выпусках. Подробности условий для получения второй вы узнаете из следующего сюжета. Ольга Кудринских в прошлом году воспользовалась льготой как неработающий пенсионер. Хороших впечатлений и воспоминаний теперь хватит еще надолго. С удовольствием делятся впечатлениями об отдыхе. Мы с мужем заказали путевки, сами заказывали в Адлер, в санатории СССР, то есть сердечно-сосудистые, там еще релаксации. Приехали, санаторий восьмиэтажный, здание очень красивое, везде лоджии с одной и с другой стороны. Мы принимали три или четыре процедуры каждый день. Ну, каждый день две процедуры, на второй день вторые две процедуры. Весь медперсонал к нам относился очень хорошо. По приезду мы сдали путевки, вернее платежки. И соцзащита мне, так как я раз в три года должна была ехать куда-то в санаторий, соцзащита мне отдала 70 процентов стоимости моей путевки. Я очень рада. Большая часть стоимости путевки оплачивается неработающим пенсионерам, женщинам старше 55 лет и мужчинам старше 60. Они также не должны быть индивидуальными предпринимателями и инвалидами. Итак, пенсионер самостоятельно оплачивает путевку в любой санаторий или профилакторий России не более чем на 21 день. По возвращении домой не позднее, чем через два месяца сдает необходимые документы в Управление по труду и социальной защите населения. Возмещение расходов производится по фактическим затратам, но не выше 70 процентов от предельной стоимости путевки. На сию дату предельная стоимость путевки не изменилась. То есть она на 2018 год составляет тоже 2600 рублей. Это предельная стоимость. Но от этой суммы у нас есть 70 процентов. То есть по факту пенсионеру будет возмещено за сутки 1820 рублей. Список на получение льготы в 2018 был сформирован еще в прошлом году. Подача заявлений проходила с 1 февраля до 1 октября. Причем очередность не имеет значения, главное числится в нем. По такому же принципу принимаются заявки на оздоровление в 2019 году. От 120 людей мы приняли заявление, которые в принципе решили для себя, что они подобным механизмом оздоровления будут пользоваться в 2018 году. Сколько человек из них конкретно съездит и подаст документы на возмещение, это уже будем смотреть по концу года. За 2017 год у нас успешно, на сию дату мы знаем о том, что успешно оплачено 73 заявления на возмещение расходов. Но еще ряд документов находится на рассмотрении в Центре социальных технологий Ямал-Анининского автономного округа. То есть это тот орган, который непосредственно оплачивает. И ряд документов еще на рассмотрение с соблюдением всех сроков. Поэтому это тоже 73 человека, это пока тоже не окончательная цифра. За получением подробной информации или подачей заявлений неработающие пенсионеры могут обратиться в Управление по труду и социальной защите населения лично или позвонив по телефону 2-33-67. Льготы на оздоровление предоставляются не только ямальским пенсионерам, но и детям. Этим летом 5063 ребенка смогут отдохнуть за счет средств региона. С 1 марта подготовка к летней оздоровительной кампании стартовала. Начался прием заявок. У Александры Березиной есть племянница Кира, которая очень любит путешествовать. Этим летом Саша хочет отправить ее на отдых на Черноморское побережье Краснодарского края. На официальном сайте окружного молодежного центра Александра узнает, какие документы нужны для поездки в лагерь, а также подбирает для девочки подходящую профильную смену. Ребенок очень активный, он занимается танцами, он занимается лыжным спортом. В принципе, конечно, ей бы хотелось, во-первых, это море, потому что так как она его очень сильно любит, но в то же время что-то связанное с каким-либо таким активным отдыхом, где бы деток больше заинтересовывали, занимались, может быть, проводили какие-то конкурсы, мероприятия, может быть, те же самые танцы. То есть у нас палитра достаточно известный коллектив. Сейчас вот буду подбирать конкретно под нее, под ее характер, под ее настроение. И уже, естественно, конечно, нужно решить непосредственно с ней, потому что все-таки это для нее. В течение двух недель, начиная с 1 марта, оставить заявку и подать документы могли дети льготных категорий. А с 15 марта сделать это может уже любой желающий. Здесь главное успеть. К примеру, в прошлом году на путевке в Крым желающих было так много, что все были забронированы за пару дней. Можно поторопиться, потому что есть такие базы, допустим, Болгария. Нам нужно до праздников, обязательно до 9 мая, отправить документы уже для оформления визы. Я хочу обратить внимание родителей законных представителей на то, что если вдруг нет свободных мест в том или ином оздоровительном учреждении, не пугайтесь. Можно подать заявку в резерв и есть варианты, что вы можете попасть в состав организованной группы детей. Забронировать путевку просто. Для этого родителям нужно зайти на сайт mallcenter.ru, выбрать интересующий лагерь и подходящую для ребенка профильную смену, заполнить информационные полианкеты и приложить необходимые отсканированные документы. Затем заявка отправляется на рассмотрение к модератору сайта. В этом году, как и в прошлом, возможность отдохнуть получат порядка 300 лабытнанских ребятишек. Округ берет на себя финансовую сторону вопроса. Билеты детям из малоимущих семей оплачивают управление соцзащиты, а всем остальным родители. В Болгарии, Анапе, Туапсе и Тюменской области дети могут наслаждаться отдыхом на протяжении трех недель, а вот в Крыму немного меньше 17 дней. Первая смена начнется уже 30 мая в Топсе, а последними к началу учебного года школьники вернутся из Тюменской области. Путешествовать по территории страны школьникам этим летом также будет выгодно, вдвое дешевле, чем взрослым. Для учеников транспортный холдинг РЖД предусмотрел скидку. Акционерное общество РЖД открыло продажу билетов для школьников со скидкой 50% на летний сезон. Действует она на проезд детей от 10 до 17 лет, включительно в период с 1 июня по 31 августа текущего года. Предъявлять проводнику школьную справку не требуется. Стоимость билета пересчитывается автоматически по дате рождения. Льготы предоставляются при покупке билетов во все виды вагонов, кроме купейных и спальных. Если поезд фирменный, скидка будет чуть меньше. Проездные документы можно приобретать уже сейчас. Продажа открывается за 90 дней. РЖД также оставила скидку на купейные вагоны в период с 25 мая по 1 июня и с 25 августа по 1 сентября. Пока одни планируют отдых в лагере, другие ребята думают, как бы заработать карманные деньги во время каникул. С 1 марта также стартовала и заявочная кампания по трудоустройству подростков в летний период. В этом году полномочия по ее проведению возложены на Центр занятости населения. Прием заявлений на летнее трудоустройство начался 1 марта. Подростков, желающих провести каникулы, с пользой достаточно много. Восьмиклассница Ксения Николашина пришла за час до объявленного времени. В очереди оказалась уже четвертой. Чтобы дома не сидеть, не скучать, решила пойти на работу, устроиться. Девушка первый раз в жизни заполняла документы на трудоустройство, а ее родственница, с которой она пришла в Центр занятости населения, уже отправляла своего ребенка на трудовую практику. Говорит, хорошее это дело – летняя занятость детей. Дети, конечно, не должны. Сами себе предоставлены, пока родители на работе. Старший может. И это хорошее у них подспорье. Они могут заработать себе на какие-то карманные расходы. Также в отпуске по своему усмотрению уже потратить свои кровно заработанные денежки. Уборщики помещений, курьеры, дворники – основные специальности, по которым смогут работать подростки. С этого года предполагаемая заработная плата превысит 24 тысячи рублей в месяц. Прием соискателей ведут три специалиста. На каждого посетителя в среднем приходится 15 минут. Их большому количеству никто не удивляется. Мы планировали, да, по результатам всегда есть спрос на эту услугу, да, трудоустройство несовершеннолетних. Мы каждый год трудоустраиваем, да, это в июне около 90, около 100 детей. Поэтому, в принципе, знали, что ребята сегодня пойдут. И было очень много звонков после подачи первого объявления, да, нам стали звонить. То есть было очень много звонков, поэтому по результатам тех звонков мы поняли, что, в принципе, наплыв несовершеннолетних граждан будет у нас сегодня. Думаем, что и завтра. Первоочередное право на получение рабочего места имеют ребята из числа льготных категорий. Это те, чьи семьи оказались в сложной жизненной ситуации, подростки с ограничениями по состоянию здоровья, проживающие в малоимущих или неполных семьях. Всего планируется трудоустроить 310 школьников. В связи с тем, что несовершеннолетним гражданам не рекомендовано трудоустройство на вредные и опасные условия труда, то есть есть определенный перечень работ, который запрещен при трудоустройстве несовершеннолетних, поэтому для них будут созданы безопасные, скажем так, рабочие места. Желающим получить работу необходимо предоставить паспорт и документ, подтверждающий льготную категорию. Заявление принимается по адресу Гагарина, 22. Наша программа подошла к концу. Следующий выпуск «Социального вестника» ждите ровно через месяц. Мы вновь подберем для вас важные и интересные новости, которые будут полезны абсолютно всем. Ну а если вы что-то пропустили или хотите поделиться этой информацией с кем-то еще, ищите нашу программу на официальном сайте Лабытнанского телевидения. Адрес прежний – www.lbtdefistv.ru И подписывайтесь на нашу группу во всех социальных сетях. Там же вы сможете предложить новые темы, которые стоит осветить в эфире. Если у вас есть вопросы или вы нуждаетесь в помощи, звоните к нам в редакцию по телефону 2-15-36. Вместе мы попробуем разобраться в вашей проблеме. Всего хорошего и до свидания! Редактор субтитров А.Семкин